Они собой представляют. Поэтому не надо думать, что Бог отворачивается и не ведет того, кто является атеистом. Бог отворачивается и не ведет того, кто верит, но верит совсем не в то, что надо верить. Он верит больше в то, что окружает его, нежели истину от Бога. Говорить о Боге может каждый. Преклоняться, поклоняться, осуществлять обряды – это может каждый. А вот помнить постоянно, что он говорил. Никогда ничего не прибавлять к тому, что он говорил. Никогда не убавлять из того, что он говорил. И при каждом своем поступке, если поступок более-менее значительный, всегда думал только о Боге, а не о том, что кто, какие люди, что скажут. Вот если такой человек, то Бог его ведет. Желает вести. И никто уже его не сможет спить с пути, потому что Бог его ведет. Не слабаясь, не то, что он что-то не понимает. Человек, всякий человек слабый, всякий человек что-то не понимает. Вот когда он только хочет идти по пути Бога и обнаруживает слабость, то Бог ему помогает. Обнаружит непонимание – Бог ему помогает. И он начинает понимать, сам не зная, как он его допонял. Он начинает проявлять твердость, сам не понимая, как у него хватило на это силы. Потому что Бог ведет его. А когда человек, идя, считает, что идет по пути Бога, потому что он все время призывает Бога, потому что он все время считает, что надо выполнять указания Бога, и когда дело касается реальной жизни, дело касается выбора, дело касается того, что он должен думать и говорить, и он начинает вдруг приписывать Богу то, что говорят люди, какие бы при этом ученые люди ни были. Начинает приписывать Богу, освящать, в той же мере, какой является Куран и Херем, освящать высказывания людей. Ты идешь не по пути Бога. Ты идешь по пути уже людей. Потому что тебе оказалось выгодно выбрать высказывание этого человека, какого ты человека. Тебе оказалось недостаточным путь, который указывает тебе Бог. Ты начинаешь его искать у людей. Вот когда ты начинаешь искать людей, по всем формальностям ты глубоко верующий человек. По всем формальностям. На самом деле, ты человек, которого Бог не ведет. Потому что ты нарушаешь то, что в Куране Херем Бог говорит. А Бог говорит, что люди, он про иудеев тогда еще говорил, потому что еще мусульмане еще не стали на ноги. Они выбирают из своих писаний одну часть и не принимают другую часть. Вот это есть ясное объяснение того, что значит ты идешь вроде бы по священному писанию, то есть идешь по Куране Херем, а на самом деле ты нечисто творишь. Это в том случае, если ты в Куране Херем сам по своему усмотрению выбрал один аят, а другой аят не обращаешь внимания, потому что этот аят противоречит твоим намерениям. Огромное количество случаев бывает, когда в Куране Херем начинается вот так истолковываться и так преподноситься. Когда часть берется, некоторая часть, а другая часть просто при этом игнорируется. Или же начинает говорить, что эта часть более важна, чем другая часть. Или начинает его истолковывать так, чтобы сказать, что нет, вот эта часть больше, а эта часть, наверное, отмененная, и так далее, и так далее, начинает придумывать. Вот это самый распространенный случай, когда человек, он, не будучи атеистом, подгоняет под свои страсти, под свои намерения, под свои желания подгонять священное писание. Это тот классический случай. Всякий человек, который может производить убийство невинного человека, может террором заниматься. Он уже искажает Куран и Киарем. Уже искажает Куран и Киарем. Он идет абсолютно против Куран и Киарем. Но для того, чтобы оправдать себя и оправдаться в глазах других, которые направляют его, которым это выгодно, можно очень легко найти какой-нибудь такой аят Куран и Киарем, который, если его-то один аят выбрал, вроде бы оправдание полностью есть. Потому что, взяв этот аят, ты отклоняешь другой аят. О чем Бог говорит в Куран и Киарем? Что они выбирают один и отклоняют другой. Ты можешь все время цитировать Куран и Киарем. Ты можешь все время ссылаться на Куран и Киарем. Ты все время говоришь, что вот я священным писанием не разлучен. На самом деле, нравственно, ты совершенно не идешь по тому пути, который Куран и Киарем тебе говорит. Куран и Киарем оказывается просто знанием, которым ты пользуешься. Особенно, если его выучили на арабском языке. На арабском языке выученный Куран и Киарем обволакивает человека, и он становится чем-то необычайно благочестивым. А тогда, как в Куран и Киарем про иудеев же, Бог говорит, они подобны навьюченному книгами ослу. Навьюченному книгами ослу. Потому что у них тоже в всех руках были священные книги. Все они наизусть знали, все оттуда высказывали. Но сами они при этом были подобны ослу. Навьючиться можно чем угодно. Ты можешь дома положить сотню Киарем. Ты можешь знать наизусть его с ног до головы. Но это еще ничего не означает, потому что ты навьючился. Куран и Киарем это не то, чем надо навьючиваться. А Куран и Киарем это то, чем надо проникнуться. Что является указанием те пути. Если ты положил на осла тысячи разных указателей, компасов и так далее, и так далее, там инструкции, карты, положил на осла, то ты вряд ли после этого подумаешь, что он пойдет туда, куда показывают карты и компасы. Потому что это на спине у него. Осл ничего не понимает, он идет вперед только. Потому что это не прошло через его сознание. Осл не человек, который может через сознание пронести эти карты. Вот точно так же священные писания, которые не прошли через душу человека, которые не указывают ему путь, он в душе не видит этот путь. Это тот груз, которым он навьючен. Это тело типа разных писаний, высказываний, изречений, знаний наизусть, всего Куран и Киарем. Это сверху лежит, как иудеев, их священные книги лежали. Сверху. А голова его впереди. А голова это голова осла. И он идет не как знающий дорогу, а идет как осел, который идет туда, куда его ведет инстинкт животных. И вот человек, который внешне навьючился всеми атрибутами ислама, он опять остается наедине со своим инстинктом животных. Он придумывает за Бога путь, который как будто бы указывается. И он премного доволен тем, что он делает. Потому что рядом с ним находятся его советчики, близкие друзья из джиннов и людей шейтана. И вот каждый человек, если он считает себя мусульманином, есть каждый человек, который надеется на то, что Бог его ведет или хотя бы поведет, он должен постоянно контролировать себя на том, что есть ли какое-нибудь подсознательное хотя бы желание у человека, кроме того, что в Гуране Херам сказано. Есть ли кто-нибудь, который вырисовывается для него как идеальный личность, как объект подражания, как человек, который ему может помочь, и из-за которого он выбирает одни аяты и не выбирает другие. И если мы с вами действительно хотим, чтобы Бог повел нас, пожелал вести нас, мы должны всегда обращаться к Богу с просьбой, чтобы Он остерег нас от неверных выводов. Мы должны всегда быть очень чувствительны к нарктивности. Мы всегда должны входить в положение всех окружающих.